Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке музыки. Ребята, а сейчас поставьте видео на паузу, откройте рабочую тетрадь по музыке, запишите сегодняшнее число и тему нашего урока. Музыку знают и любят не только музыканты. Известно, что многие знаменитые люди любили музыку, умели играть на музыкальных инструментах и даже сочиняли ее сами. Музыка помогала им в жизни и в работе. Великий ученый-физик Альберт Эйнштейн не просто любил музыку. Музыка была важной частью его жизни. Великий физик вообще был убежден, что между музыкой и физикой есть много общего. «Физика раскрывает неизвестное в природе», — говорил он, «а музыка в человеческой душе». Это два метода познания мира. Музыка была рядом с Альбертом Эйнштейном всю жизнь. Альберт вырос в музыкальной семье. Учился игре на скрипке с шести лет. «Но по-настоящему я стал заниматься игрой на скрипке», — писал он, с 13 лет, когда влюбился в сонаты Моцарта. Игра на скрипке стала для Эйнштейна самым большим удовольствием. Однажды в Цюрихе Эйнштейна пригласили выступать с лекцией о теории относительности. Каково же было изумление и радость публики, когда известный физик вышел со скрипкой и предложил послушать вместо лекции сонату Моцарта. Значительное место музыка занимала и в жизни великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Его всегда глубоко интересовал вопрос, что же такое музыка. И часто этими вопросами он задавался в своих произведениях. Как и большинство членов семьи Толстых, Лев Николаевич от природы был очень музыкален. В молодости у него даже были периоды страстного увлечения музыкой, когда он часами занимался игрой на фортепиано и даже мечтал стать музыкантом. Изучал он одно время и теорию музыки. Великий казахский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев любил и понимал музыку. Он очень высоко ценил творчество народных акынов, любил слушать их песни и игру на дамбре. Во многих своих стихах Абай говорит о силе и значении песни и музыки. Абай сам сочинял мелодии к некоторым своим стихам. Сейчас известно свыше 20 мелодий поэта, которые представляют большую художественную ценность. Абай был не только выдающимся поэтом казахского народа, но и талантливым композитором-мелодистом. Мелодии Абая имеют своеобразный оригинальный музыкальный язык, который свидетельствует о том, что Абай не копировал народное творчество, а развивал его дальше, обогащая новыми красками. Мелодии Абая просты и очень легко запоминаются. Именно этим и объясняется большая популярность и любовь у казахского народа песен Абая. В обширном Казахстане нет ни одного уголка, где не знали бы песен Абая Кунанбаева. Сегодня мы послушаем одну из самых знаменитых и популярных в народе песен Абая Козимнанкараса «Ты – зрачок глаз моих». Нежная и красивая песня о любви. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ниже А можете открыть учебник на странице 28 и найти текст этой песни там Дождик босиком по земле прошел Клены по плечам хлопал Если ясный день это хорошо А когда наоборот плохо Если ясный день это хорошо А когда наоборот плохо Слышно как звенят в небе высоко Солнечных лучей струны Если добрый ты Если добрый ты То всегда легко А когда наоборот трудно С каждым поделись С каждым поделись радостью своей Рассыпая смех Звучно Скучно Если песни петь С ними веселей А когда наоборот скучно Если песни петь С ними веселей А когда наоборот скучно Сегодня мы с вами говорили о том Что музыка помогает людям в жизни Что многие из ученых или писателей Тоже очень любили музыку И играли на разных инструментах Подумай и ответь на такой вопрос А тебе помогает музыка что-то делать? И запиши свой ответ в тетрадь На этом наш урок подошел к концу До свидания ребята